Здравствуйте! Вот уже на протяжении пяти лет я занимаюсь копирайтингом. И кто бы что ни говорил, копирайтинг – это выгодно. Находите ли вы на рекрете, являетесь ли вы студентом, или же у вас просто маленькая зарплата, копирайтинг способен значительно улучшить ваши жизненные условия. К сожалению, вот уже на протяжении многих лет мне так и не удалось найти ресурс, который бы сравнивал положительные и отрицательные стороны каждой из сайтов для копирайтинга. А между тем, это бы позволило значительно снизить временные затраты и избежать ненужных ошибок на начальных этапах новичкам. Большинство ресурсов сравнивают либо два сайта, либо описывают единственный один сайт. Поэтому вновь была разработана шкала, которая содержит 10 критериев, каждый из которых оценивается по трехбальной системе. Три балла выучаются тогда, когда сайт соответствует данному критерию полностью. Ноль балла, когда сайт не соответствует данному критерию абсолютно. Заинтригованы? Тогда может быть сравним между собой различные сайты для копирайтинга. Начнем? Поехали! А сегодня мы поговорим о бирже копирайтинга, копилансер. На этой бирже можно продавать тексты и только тексты. Другим видом филансера здесь не место, как можно сказать. В общем, мы имеем 10 критериев. Первый критерий – это время от регистрации до начала работы. Когда вы начинаете здесь регистрироваться, вы в первую очередь должны для себя решить. Вы заказчик, либо же вы автор. То есть здесь, как на некоторых других биржах, нельзя быть одновременно и автором, и заказчиком. Для себя нужно с самого начала выбрать, кем же вы все-таки будете. Это, можно сказать, минус, но для кого как. После того, как вы выбираете, допустим, автор, вы должны ввести здесь свой логин, должны ввести здесь свой пароль, не логин, а здесь нужно ввести либо логин, либо же свою почту. Затем вы ввезете капсулу и нажимаете «Войти зарегистрироваться». В общем, я уже здесь зарегистрирован, и мы заходим на сайт. После того, как вы прошли регистрацию, первую ее часть, вам на почту должно прийти сообщение. Вы должны пройти по ссылке и подтвердить, что этот ящик на самом деле принадлежит вам. Но если бы здесь еще на всем этом заканчивалась регистрация, после этого вы должны будете пройти тест. В принципе, он не тяжелый, но все-таки. После того, как вы пройдете тест, вы должны будете подтвердить свой номер телефона. А также должны будете ввести свою фотографию обязательно в профиль. Причем фотография должна быть без темных очков, посередине. То есть такая фотография, где будет хорошо видно ваше лицо. Для чего все это делается? Создатели сайта утверждают, что это делается для того, чтобы снизить количество неуникальных пользователей. То есть тех людей, у которых несколько аккаунтов на сайте. В принципе, это довольно удивительная такая вещь. Почему? Потому что создатели утверждают, что это делается для того, чтобы увеличить количество работ для каждого универсального пользователя. То есть для того, чтобы один пользователь не мог брать несколько работ. То есть это делается в пользу исполнителей для того, чтобы увеличить количество работ на каждого исполнителя. Я вообще не понимаю, почему здесь мало работ по утверждению, допустим, тех же создателей сайта. Потому что здесь этот сайт характеризуется низким уровнем оплаты работы, неучетом пробелов и абзацев. То есть здесь очень выгодно заказчику заказывать работу. И почему здесь должно не хватать работы каждому, я не понимаю, но в принципе, ладно уж, с этим можно смириться. Итак, какой же балл мы здесь выставим? Можно было бы в принципе выставить, нет, но мне кажется, все-таки на тройку, на три балла эта работа не тянет. Почему? Потому что подтверждение своего аккаунта с телефона, прохождение аттестационной работы, а также вынесение сюда именно такой фотографии, на которой видно ваше лицо, это все лично меня нервирует. Поэтому не знаю, как вы, дорогие подписчики, а я по этому параметру поставлю копилансеру.ру. Все-таки не три балла, а два балла. Если вы имеете другое мнение, высказывайте его под видео, я к нему прислушаюсь, и в следующий раз, конечно же, я, возможно, изменю свою точку зрения, а, возможно, не изменю, но выскажу ваше мнение в прямом эфире. Итак, следующий параметр – это удобство работы. Как вы можете видеть, сайт выполнен довольно в простых тонах. Здесь все удобно. Удобный бело-голубой фон, синий цвет вообще прекрасно влияет на глаз. Здесь ничего лишнего. Когда нажимаете на биржу, выходят вот эти заказы. Здесь заказы отделены на четыре уровня. Низкий уровень оплаты, базовый уровень оплаты, повышенный уровень и высокий уровень. Здесь, прежде всего, что нужно сказать, что для того, чтобы перейти с низкого уровня на базовый, здесь есть определенные требования. Здесь базовый уровень. До базового уровня пройти, в принципе, человеку, который нормально занимается копиратингом, несложно. Сложно перейти с базового уровня на повышенный уровень оплаты. Заходите сюда, подробнее, и вы видите, что для того, чтобы перейти с одного уровня на другой, нужно выполнить следующие требования. Для того, чтобы перейти с низкого уровня оплаты на базовый уровень оплаты, который составляет 32 рубля практически, нужно, чтобы выполнены вами работы на уровне с низкой оплатой, имели оценку не менее 4,5. Скажу вам сразу, что здесь оценку вообще получить от заказчика при правильно выработанной работе очень сложно. То есть большинство заказчиков просто вам оплачивает работу и не ставят оценки. Кроме того, вам нужно на низком уровне оплаты выполнить задания более чем для 10 разных авторов. Это тоже довольно трудно, потому что здесь авторы в основном на низком уровне работают одни и те же. Далее, для того, чтобы перейти с одного уровня на другой, нужно загрузить фото в профиле. Ну, об этом мы уже говорили. В общем, весь профит здесь начинается с продвинутого уровня. А для того, чтобы пройти на продвинутый уровень, нужно, во-первых, выполнить работу по силу текста на базовом уровне для не менее чем 15 различных заказчиков. Здесь это не так уж трудно. Количество символов в данных север-текстах не менее 40 тысяч. Это трудно, потому что здесь абзацы и пробелы не учитываются, как я вам уже сказал. Средняя оценка заказчика по север-тексту должна быть не ниже 4,7. Это также здесь трудновато сделать. Почему? Потому что здесь большинство заказчиков не ставят никакой оценки, если вы хорошо выполнили работу, а просто оплачивает вам и уходит. И последняя – это загруженная фотография в профиле. Кроме того, здесь кое о чем не сказано. Для того, чтобы перейти с базового уровня на продвинутый, вам нужно написать сочинение. Это сочинение я писал 4 раза, при том, что на других сайтах я довольно-таки имею высокий уровень работы. Но я его почему-то не прохожу, когда я требую каких-нибудь объяснений. На сайте таких объяснений внятных не дают, где я совершил ошибку, какую ошибку. И просто пишут, что текст выполнен неграмотно. И последнее – это самый высокий уровень оплаты. Для этого вы должны на продвинутом уровне выполнить работы по хорошим текстам не менее чем 20 разничным заказчикам. Количество стимулов в данных текстах должно быть не менее 50 тысяч. Средняя оценка заказчикам по хорошему не ниже 4,8. И загруженная фотография в профиле. В общем, по удобству работы, именно потому, что с одного уровня на другой, с базового уровня, на повышенный уровень оплаты, перейти очень сложно, я занижаю на 1 балл. То есть больше 2 баллов я здесь уже поставить не могу. А так здесь все довольно удобно. Ничего лишнего. Переходите в магазин статей, где также вы не имеете права выкладывать свои статьи, пока у вас нет повышенного уровня оплаты. Здесь мои тексты, где вы можете посмотреть те тексты, которые у вас приняли, которые у вас купили, и те тексты, которые у вас не купили, не приняли. Здесь у вас сообщения, в общем, здесь все, что касается валюты, вывода и так далее и тому подобное. Здесь оповещения, здесь правила, туда-сюда, и здесь, естественно, ваш профиль и аналитика работают. В принципе, здесь довольно-таки удобно работать. Единственное, переходить с базового уровня на повышенный очень трудно, а весь профит начинается именно с повышенного уровня. И, как я понял, руководство сайта не заинтересовано в том, чтобы вы переходили с базового уровня на повышенный. Потому что на повышенном уровне заказов меньше. Посмотрите. Вот видите, сколько здесь заказов. Оплата за 1000 знаков 68 рублей. На высоком уровне оплаты и того меньше заказов. В общем, сайт создает определенные препятствия для перехода с базового уровня на повышенный. Поэтому по этому параметру по удобству работы мы ставим 2 балла. Следующий параметр – это комиссия. Комиссия здесь долго не будем говорить. Комиссия здесь с исполнителями не берется. Берется комиссия только с заказчиком. Поэтому здесь ставим твердые 3 балла. Поздравляем. Следующий параметр – это магазин статей. Магазин статей здесь, как я уже сказал, доступен только для исполнителей, которые имеют повышенный уровень оплаты. Повышенный уровень и высший уровень оплаты. А до повышенного уровня оплаты очень-очень трудно добраться. Поэтому здесь, ну не знаю, возможно, для заказчиков здесь удобно работать. Но для исполнителей здесь в магазине статей работать очень тяжело. Поэтому здесь ставлю единственный 1 балл. Так, следующим критерием – это трудность выполнения заданий. Трудность выполнения заданий здесь не очень высокая. В принципе, здесь почти что в 90% случаев принимаются статьи. Как вы можете заметить, у меня мои тексты только из 55 выполненных работ, только 2 текста не были приняты. В остальных случаях арбитраж помогает разбираться и очень часто становится на сторону работника, то есть исполнителя. Здесь есть два вида заданий. То есть вы можете выбрать задания, которые вы можете сразу взять, или те задания, которые вы можете на них подать в заявку. В принципе, здесь трудность выполнения не очень высокая. Единственное, что я могу сказать, получить оценку за выполненное задание здесь очень тяжело. Как я уже говорил вам, заказчики чаще всего просто выплачивают вам сумму и не ставят никакой оценки. А для того, чтобы перейти с одного уровня на другой, оценки вам очень-очень нужны. Обычно они ставят оценки тогда, когда они не удовлетворены чем-то. Поэтому изначально у вас очень нескутные возможности для получения оценок. Поэтому здесь я также ставлю, не могу поставить 3 балла, а ставлю именно 2 балла. Возможно, кто-то будет с этим не согласен. Пишите, поговорим об этом в обсуждении к видео. Так, следующий параметр. Это количество заказов. Количество заказов здесь низкое, сразу могу вам сказать. Посмотрите, на низком уровне заказов 98. Но когда я сюда впервые приходил, когда у меня был низкий уровень, то есть 1 звездочка, здесь было от 0 до 3 заказов. Я думал, возможно, это совпадение, еще что-то. Но когда я послышал видео отзывы других исполнителей, то же самое. Единственный вывод, который я могу сделать из этого, то что основополагатели, то есть создатели сайта, просто элементарно не показывают всех заказов на низком уровне. То есть они заинтересованы в том, чтобы новичок как можно дольше продержался на низком уровне. Поэтому я здесь также не могу поставить больше единицы. Почему? Потому что на базовом уровне, смотрите, 70 заказов, на повышенном уровне 8 заказов и на высоком уровне оплаты 4 заказа. То есть сейчас сезон, самый сезон копирайтинга. Сейчас заказов на всех сайтах много, а летом здесь, наверное, вообще заказов почти что нет. Поэтому здесь по количеству заказов я ставлю 1 балл. Что касается цены заказов, то здесь также не отличается этот сайт каким-нибудь разнообразным и богатым предложением. 40 рублей за 1000 знаков, 48 рублей, при том, что здесь необходимо, чтобы подтвердить твою залогу, 16 рублей на низком уровне, здесь бывает и 8 рублей и так далее и тому подобное. На базовом уровне вы можете заметить те заказы, которые можно взять сразу. Дешево 25 рублей за 1000 знаков. При том, что здесь пробелы и абзацы не учитываются. Опытные копирайтеры знают, что при заказах на 6000 знаков, на 9000 знаков стоимость при неучитывании пробелов и абзацев может уменьшаться в 2-3 раза. Поэтому здесь по цену заказов также ставим единицу. Итак, переходим к службе поддержки. Служба поддержки здесь располагается вот в этой части. По службе поддержки могу сказать, что она очень хорошо здесь работает. Это без всяких сомнений, поэтому я ставлю по службе поддержки твердые 3 балла. Вывод средств. Вывод средств здесь находится вот в этом месте. Когда вы выводите средства, вы можете выводить их 3 раза в неделю. Минимальная сумма это 120 рублей. Комиссия здесь в принципе не такая уж большая. Можете моментальный вывод использовать, при этом комиссия увеличится. Можете вывод по расписанию, то есть в понедельник, в среду и в пятницу. Довольно широкий ассортимент кошельков, карт банковских и так далее и тому подобное. Поэтому по выводу средств я также ставлю твердую тройку. Очень удобно здесь вот в день средств. Ну и последний параметр. Последний параметр это защита исполнителя. Сайт себя позиционирует как раз таки как биржа копирайтинга для исполнителей. То есть она здесь защищает, для руководства здесь защищает исполнителей и так далее и тому подобное. Ну в принципе да, здесь условия работы приемлемые. Но нужно сказать, есть очень много нового. Но здесь заключается в том, что оценки ставить не заставляется. И в некоторых случаях сайт конкретно становится на сторону заказчика. Поэтому здесь ставится твердые 2 балла. Ну и что у нас получилось? 20 баллов. Можно сказать, что это середина между хорошим и удовлетворительным результатом. Подытожим. Я могу сказать вам вот что. Для опытного исполнителя, для опытного копирайтера сайт копилансер.ру все-таки не очень хороший выбор. Потому что здесь заработать нормально нельзя. Переход с одного уровня на другой довольно таки сложный. Располагать свои статьи и работы в магазины статей невозможно. Потому что переход на повышенный уровень довольно таки сложный. Сайт модернизируется. Раньше ситуация была еще хуже. Я понимаю. Но в принципе все равно он сейчас довольно таки сильно отстает. Могу сказать, что данная оценка в 20 баллов мне кажется справедливой. Возможно у вас есть какие-то другие мнения. Какое-то другое видение событий. Что ж, пишите. Рассмотрим. А я благодарю еще раз своих подписчиков, всех зрителей. И в следующий раз мы рассмотрим ресурс Моника. Удачи вам. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова